Декабрь 1549 года Поезд остановит карету Все в порядке, повелитель? Повелитель Подготовка завершена Все готово для торжественного приветствия войска Мы можем вступать в столицу Можно избежать проезда по улицам Проедем у мраморного павильона Я покинул дворец на коне Так и вернусь в него верхом, Байзет Но ваше самочувствие КОНЕЦ 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 Девушки отдыхают. Мама, что происходит? Когда отец возвращался, вы всегда так радовались, никогда не скупились на радости и улыбке. Теперь же в ваших глазах лишь страдания, словно траур. Это слезы радости, доченька. Поход был долг, и наша разлука затянулась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Султан Сулейман Хан Хазрет Лири. Повелитель. Ваше возвращение возвестило очередную победу. Поздравляю. Мы несказанно вам рады. Приветствую вас. Вы можете идти. Поздравляю. 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 Снимай. Снимай. Поздравляю. Очевидно, что Повелитель пребывает в очень дурном настроении. Надеюсь, ничего не случилось. Повелитель неважно выглядит мамой. Наверняка что-то случилось. Думаю, он утомился в дороге. Не так ли, мама? Идите к себе в покое. Матушка. Бэйзет. Мой храбрый Шахзады. С вашего позволения, я вызову лекаря, повелитель? И сейчас. Что же с повелителем? Он даже не позволил нам поцеловать руку. Дорога была длинной, Мехримах. Все очень устали. Я говорил вам, повелителю не могу. Необходимо дать как следует отдохнуть. Рустам Паша. Как прошел поход, Бэйзет? Я слышал, ты редко покидал свой шатер. Тебя неверно информировали, Селим. Во время осады Вана я бился с саблей в руках в самом первом ряду. То есть не сидел, как ты, во дворце. Ты говорил, что государство управляется не саблей, а умом. Этим я и занимался в отсутствии повелителя. Вы снова ссоритесь, вместо того, чтобы радоваться встрече. Лекарю бы посмотреть, повелитель. Этим нельзя пренебрегать. Ты можешь идти. Дайте, я хотя бы помогу вам дойти до... Сказал, ты можешь идти. И никого сюда не пускай. Как прикажете, повелитель. КОНЕЦ КОНЕЦ Как ты смеешь что-то от меня скрывать? Рустем, Паша, говори мне всю правду. Госпожа, вы совсем напрасно волнуетесь. Как уже и сказал, Шахзад... Я знаю, что он болен. Вы откуда? Что случилось? Что с ним? Рассказывай. В лагере Повелитель упал на землю прямо на глазах у всего войска. Вот тогда мы узнали, что он болен. Обратным путем у него был жар. Что это за болезнь? У него на ногах открылись нарывы и язвы. Судя по словам главного лекаря, это подагра. Но не только она. Похоже, он заболел чем-то, что вызывает жар. Вызывает жар? Лекари пока не знают, что это. Никто, кроме нас, о его болезни не знает и не должен знать. А пока мы должны принять необходимые меры и быть готовыми к любому исходу. О каких это мерах ты говоришь? К чему готовы? К тому, чтобы, если на то будет воля Аллаха, добережет он Повелителя Шахзадеба и Зет, спокойно взошел на престол. Ты хоть сам слышишь, что говоришь, Рустем Паша? Ты что, Повелителя заживо хоронишь? Простите меня. Его заболевание серьезно. Оно может привести к смерти. Как великий визирь, я обязан думать об этом. Не смей думать. Выпроси эту мысль из головы. Потому что Повелитель непременно поправится. Я найду средство от болезни. Найду и вылечу его. Пусть хоть для этого придется спуститься в преисподнюю. Госпожа. Перед началом похода я дала тебе приказ. Алкас Мерза ни в коем случае не должен был вернуться. Где Алкас Мерза? Что с ним случилось? Ты получал новости от Хори Джихан во время похода? Она в Кютехе. Меня ждет. Никак не могу принять то, что она сделала. Как бы я ни желал, не могу. Но я отказаться от нее не могу. Каждая вина должна быть наказана. А каждое наказание должно иметь конец Байзет. Хори Джихан сполна заплатила за то, что сделала. Не нужно больше мочить ни себя, ни ее. Нам нужно побыть в Русь какое-то время. Почему ты приехал сюда, а не отправился в свой санжак? Это отец тебя попросил? Да. Здравствуйте, Шахзаде. Надеюсь, что я не помешала вашему разговору. Как такое возможно? Прошу. Меня очень волнует мой будущий супруг Алкас Мирза. Я полагала, что он вернется из похода. Вместе с вами, и мы никак с ним заключим. Алкас Мирза не смог заручиться обещанной поддержкой туркмены-персов, госпожа. А Шахом становится лишь тот, кого туркмены захотят видеть во главе государства. Во время нашего похода он поставил нас в затруднительное положение, и повелитель не пожелал, чтобы он с нами вернулся. Что ты говоришь, Байзет? И куда он отправился? Я этого не знаю, госпожа. Рустама Пашу спросите. Он непременно расскажет вам все в подробностях. Прочь с дороги, Лакман. Простите меня, госпожа, но повелитель сейчас отдыхает. Я не могу вас пропустить. Я обо всем знаю. И о болезни повелителя. И о том, что произошло во время похода. А сейчас... Убирайся с дороги. Иначе головы лишишься. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Повелитель сердца, смысл всей жизни моей. Пожалей свою несчастную рабу, сердце которой сгорает от тоски и обращается в пепел. Будь милосерден. Позволь остаться с тобой, чтобы просто держаться за твою благословенную руку, Сулейман. Афифе мне обо всем рассказала. Значит, Афифе ослушалась меня? Не выполнила моего приказа? Сулейман. Афифе скончалась. Что? Афифе умерла. Отошла в мир иной. Что случилось? Это несчастный случай. Испуская дух, она поделилась этой тайной со мной. Чтобы я могла помочь тебе избавиться от недуга. Что за несчастный случай? Я приказала, чтобы в честь покойного Мехмеда в Вакфе читали Коран. Все произошло по дороге оттуда в мечеть. Посреди улицы, сверху, со строительных лесов на нас посыпался град камней. Ты не пострадала. Слава Аллаху, он меня защитил. Помиловал ради тебя. Также и помилует тебя ради меня. Ты должен отдыхать, Сулейман. Я буду о тебе заботиться. Я буду делать все, что потребуется для того, чтобы ты поправился, и мы снова были счастливы. Как произошло, что повелитель отослал Алкаса Мерзу? Надеюсь, с ним ничего не случилось. Иншанула. Госпожа. Я только что узнала. Мне очень жаль. О чем это ты, Михримах? О, Аллах. А вы разве не знали, что с Алкасом Мерзой случилось? Повелитель приказал ему остаться в персидских землях. Разумеется, он скоро вернется. Боюсь, особых надежд нет. Алкас Мерза, к сожалению, попал в руки своего брата Тахмаспа, и его бросили в темницу. Решение о казни уже принято. Возможно, его уже повесили. Ты мне лжешь. И я тебе не верю. Рустам Паша у себя в покоях. Хотите, спросите у него? Жаль. А вы-то ведь так надеялись. Думали, что для вас наступила вторая весна. Однако такова судьба. В одно мгновение обращает весну человека в зиму. Я говорил со слугами, которые были в походе. Все пытаются скрывать, однако слухи все равно расползаются. Наш повелитель, да пошлет ему Аллах исцеление, очень серьезно болен. Я это понял, Паша. В тот момент, когда повелитель попросил нас покинуть его покоя. Чем болен повелитель? Я виделся с главным лекарем, однако ничего узнать не смог Шихзаде. Он держит это в строжайшей тайне. Очевидно, что ему приказали молчать. Уже одно это говорит о том, что положение серьезное. ПСЗ неспроста так пытается скрыть положение. Кто знает, какие у него в голове планы. Ясно, к чему он стремится. Должно быть, он решил, что в подобном щепетильном положении стоит хранить молчание. Или просчитывает свои шансы на трон. Как бы мы ни пытались это скрывать, рано или поздно состояние повелителя станет известно. Мы должны быть осторожны. Янычары не станут ждать. Ферхатага уже видел повелителя в этом состоянии. Он уже дни считает до восхождения Шихзаде Мустафы на престол. Госпожа. Рустем Паша. Алказ Мерза. Где он? Как он? Немедленно объясни. Говорят, что он в руках Тахмаспа. Это правда? К сожалению, правда, госпожа. Алказ Мерза не выполнил свои обещания, и повелитель не пожелал больше видеть его рядом с собой. Поверьте, я сделал все, что было в моих силах, однако мне, увы, не удалось убедить повелителя. Так это вы отправили его к врагам? Алказ Мерза начал действовать самостоятельно. Он укрылся в городе Мереван. Узнав это, Тахмасп тут же осадил город. Алказ Мерза вынужденно сдался своему брату. Тахмасп заключил его в крепости Ках-Каха. Вполне вероятно, он будет казнен. Мне жаль, госпожа. Ках-Каха. Повелитель изволил принять вас, мама? Вам всем следует кое о чем знать. Не хочу, чтобы вы услышали это от других. Да? Мама, вы звали меня? Проходи, Селим. Повелитель уже довольно долгое время страдает от серьезной болезни. Что за болезнь, мама? Не волнуйтесь. Просто у повелителя жар. Однако у лекарей болезнь не вызывает беспокойства. Аллах милостив, он непременно поправится. Аминь. Ты это знал, но специально скрыл, ведь правда? Не было выбора, Селим. Повелитель приказал, аначе зачем мне скрывать? Возможно, чтобы извлечь свою выгоду из этого положения. Ты ведь хотел начать готовиться, пока никто не узнал, не так ли? К чему готовиться? Ты... Да кто ты такой, чтобы обвинять меня в подобной подлости? Боизет, не забывайте о моем присутствии. Мама, разве вы его не слышали? Сейчас не время для ссор. Не подходящее время, чтобы враждовать. Наоборот, мы должны быть вместе. Ибо у нас нет других друзей, кроме нас самих. Не смейте об этом забывать. И кроме того, если кто-то из вас, помимо молитв за повелителя, начнет предпринимать хоть какие-то действия, будет иметь дело со мной. Это понятно вам? Боизет. Мне бы такое и в голову не пришло. Хорошо. Мехримах. 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 Куда ты идешь? Мама, мне нужно отца увидеть. Я должна услышать, как он дышит. Пока рано. Он отдыхает. Его организм очень устал и лишен сил. Даю тебе слово. Когда он поправится, мы вместе его навестим. А если не поправится? А если что-нибудь случится? Не приведи Аллах. Мехримах. Моя доченька. Твоя поддержка мне очень нужна. В эти трудные дни я хочу, чтобы ты была рядом. Ибо найдутся те, кто захочет воспользоваться нашим положением. Нападут на нас во всеоружии, чтобы лишить нас дома и покоя. Но мы должны твердо стоять против них. Должны быть сильными. Если мы хоть на одно мгновение дрогнем, они вырвут наши сердца. Заберут у нас твоих братьев. Ты поняла меня? Если мы не будем держаться стойко, эти мерзавцы к власти придут. Ты упрекаешь Байзета, Селин. Однако сам не удивился новостям о болезни. Верно. От кого ты узнал? Рустам тебе все рассказал? Значит, и Рустам знает. Теперь я понимаю. Вы уже все продумали. Если бы мама не сказала, вы бы продолжали скрывать. Наш отец тяжело болен, Селим. Не понимаю, как ты сейчас можешь думать о чем-то кроме этого. Правда, чему тут удивляться? Такова твоя натура. Ну, раз уже все знают, Мустафе надо об этом сообщить. Он ведь тоже должен быть здесь. Надо послать ему письмо и все рассказать. Мне вот интересно, Джихангир. И что ты ему напишешь? Что повелитель наш при смерти и трон его ждет? Не ровнее всех по себе. Как мы с тобой находимся здесь, так и Мустафа имеет право быть в столице. Мустафа, я сейчас здесь по праву регента Султана Байзетт. А ты вернулся с повелителем из похода. Но если Мустафа приедет, объяснения не будет. Не стоит вам прыгать выше головы. Ты все еще по-прежнему мнишь себя регентом? Я сказал то, что думаю, Байзетт. Не сегодня-завтра, иншаллах, повелителю вернутся силы. И поверь, когда он увидит здесь Мустафу, гнев его падет на всех. Вы же сами и будете виноваты. Я все сказал.